Хочу сказать Лёше Гончаренко спасибо за то, что он сделал. Я объясню почему. Вот говорят, что эмоциональный посыл был, да, что он, мол, эмоционально выплеснул. Так я благодарен, что он только так выплеснул. А мог же прийти и нагадить на ступеньках посольства. И сказать, что вышло в него по-другому. Это не смешно, потому что это, про что бы нам дарить. Но смеяться можно долго. А я объясню, нет, сфигучка, Алексей, я объясню почему. Потому что о человеке написали все. О человеке написали экономист, дерцайтунг, новозеландская пресса, японцы. При том, ни одного позитивного слова. Так может быть, все-таки что-то не так сделано. Кроме того, я хочу сказать, что если за сутки до этого МИД Украины осудил то, что консульство Польши изрисовали во Львове, то почему промолчало сейчас? Это непонятно. Это абсолютно непонятно. Это двойные стандарты, которые недопустимы для страны, которая пытается сказать, что она европейская. И второе. По поводу заявления посла и всего остального. Давайте говорить так. У нас было три года для того, чтобы провести реформы и изменить страну. Назовите мне одно министерство или ведомство, которое кардинально изменилось благодаря реформам. Такого нет. Второе. На сегодняшний день мы видим информационную войну против нас, России, в Европе. И мы видим, что действительно агрессивные действия России в информационном плане и импотентность украинской власти привела к тому, что от нас устали. От нас устали и хотят скорее решить любым способом. Не могут решить. Поэтому, единственный вариант, который я на сегодняшний день вижу, это меняться самим. Иначе, иначе Европа действительно опустит руки. Поймите, мы не нужны Европе слабой, проблемной и больной страной. Мы нужны Европе сильной, богатой государственной.